Привет! Сегодня мы 24 часа будем питаться только киндер-джоем. Специально для этого мы поехали в магазин и закупили как можно больше этих яиц. Для того, чтобы этот день стал самым сладким в нашей жизни. Каждый из нас должен будет из этих яиц готовить какое-то блюдо. Далее мы это блюдо пробуем и оцениваем, насколько оно вкусное и имеет ли вообще смысл его в приготовлении из киндер-джоя. Ингредиентов сегодня у нас достаточно. А точно мы должны потратить чуть ли не все яйца, ребята. А с вами сегодня Руслан и Никита. Прямо сейчас каждый отправляется на кухню готовить по одному блюду, а потом будем пробовать и вот так вот цепочечка будет повторяться. Но блюда должны быть уникальные, ребята, не повторяться ни за кем. И еще пометочка небольшая, кроме яиц мы сегодня ничего не будем есть. Все, пошлите на кухню. Первое блюдо, которое я хотел бы приготовить из киндер-джоя, это печеньки из игры кальмара. Добавляем в стакан киндер-джой, все садить джимой киндер-джоя. Затем добавляем пол колбочки сахара киндера-джоя. Ждем и размешиваем эту консистенцию, чтобы она стала жиденькой. Добавляем щепоточку соды, разливаем все как блинчики и каждый блинчик пронзаем формочкой. Получаются вот такие сосательные леденцы. Утром же я предпочел провести вот с этими прекрасными конфетками. Конфетки это сладкое, а сладкое поднимает с утра настроение, чтобы день был зашибись. Вот, ребята, это тебе печенька, вот такая вот приготовленная и тебе. Ну, спасибо. Это печеньки из игры кальмара? Да, я вдохновился игрой кальмара и поэтому сделал вот такие вот универсальные печеньки. Ну и тем более способ приготовления этих печенек запомнился. Не забываем ставить друг другу баллы от 1 до 10. С баллами играем? Да, с баллами. У кого больше баллов, тот выигрывает набор киндер-джоев. Пробуй. Тебе нравится? Вот я, походу, шоколад тут горел. Нет, я все грамотно, четенько, до секунды вымерял, чтобы ничего не подгорело. Нет, у тебя он сгорел просто. За креативность только 2 балла, все. Тебе нравится? Да, блин. Нет, честно, скажи. Да, очень вкусно. Вообще вкусно, Андрей. Как ты их ел? Сахар замешивал, добавлял туда шоколад и все это вот так вот, пока не готово будет. Не кажется ли, ты выплевываешь? Ага. Нет? Ладно, теперь я попробую. Ой. Может, лова? Какую ты оценку себе ставишь? Вкусно же. Это, знаете, это такое ощущение, как будто ты пепла в рот набрал и такое разжуешь. Я все ингредиенты соблюдал, Ктём. Ну, знаете, самое прикольное, что я хочу показать в этом печеньке, я не просто так печеньки делал, а трюк хочу показать. Знаете, все такие вот, до миллисекунды вот пытаются там вот аккуратненько вот это вот все поломать, да? Вот как это делается, главное, смотри внимательно. Переворачиваем печеньку картинкой вниз, это обязательно, и сейчас вот так вот делаем. О, ну вроде получилось. Вам как, ребята? Вот, учитесь игры кальмара, если что, заведите на участие во второй сезон. Руслан, ты мне баллы не поставил? Во-первых, ты старался. Печеньки красивые, красивые. В-третьих, прикольный фокус. Спасибо. И что, и что в итоге? Тут три балла. Что в следующем? Я хочу. Пожалуйста, поставь лайк на это видео, хотя бы просто за наши старания. Приготовлю я яичницу. Для этого выливаем яичко, удаляем оттуда желток, оставляем только белок, и так три яйца. Соскребаем весь шоколад с киндер-джоя и замешиваем с белком. Один желток кладем по центру сковородки и заливаем все шоколадным белком. Получилась офигенная яичница. Слушай, это вот сочетание яичницы и киндер-джоя, это что-то вот прям нечто. О, кстати, прикольно прилипло к тарелке. О, а что если попробовать его, знаете, как вот, как сальтуху сделать? О, что? Ну немножечко не получилось, сейчас получится. Пробую я первый, потому что я ближе всего. Сначала я попробую, если это годнота, то будем хавать. По лицу уже видно, что ему не противно. Надо просто думать, противно это или не противно. Я хочу с шариком попробовать. О, нифига ты вкусман-то какой захватящий. Ну так я уверен в этом блюде. Я бы так не был бы уверен. Нет, 10 баллов. Ну как? Ну не 10 баллов, но все равно, что-то прикольно. А что все без желтка халуют? Нам не жалко, бери весь желток. Ну не хотите, как хотите. Ну слушай, да, только желток невкусный. Само яйцо вкусное, шарики тоже вкусные. Ну я думаю, баллов 8. Не знаю насчет 8 баллов, слишком завышено, как мне кажется. Я когда пробовал, немного плесенью отдавала. Андрей просто занижает мне баллы. Не, я не занижаю, ну 5 баллов. Что? Ты все, пятерка, это как в школе, пятерка. Что ты этот разнулся? Друзья, а ты что приготовил нам? Ну-ка показывай. Сейчас покажу. Блинчики. Берем яйцо, сахар и чуть-чуть соли. Добавляем молока, добавляем муку и все хорошенько перемешиваем. Затем берем киндер джоя, растапливаем его на плите и добавляем в наше тесто. Все хорошенько перемешиваем и можно жарить. О-о-о, блинчики. Так, если они не подгоревшие. Ну, немножко. Если я хотя бы не буду чувствовать, что они подгоревшие, я поставлю тебе десятку за блинчики. Давай, давай. Ну так как я сегодня такой баловыник, немного фокусник, хочу показать фокус вот с этим блином. Кулачок запихиваем и самое главное, это все. Дело делается без монтажа. Вот так. Так и ничего нету. А самое главное, где этот блин? О-о-о, ну Руслана. Раскрываем, раскрываем. Чего? Откуда? Ё-моё. Тот самый блин, тот самый блин. Вот он, вот он. А как? Это немного фокуса. Ну и все-таки давайте его попробуем. Это даже не полностью шоколадные блины. Это блины с привкусом от киндер джоя. Сейчас я попробую. Суховато. Чего? Да, от киндер джоя, вот это... Все видят? Это твой. Подожди, это че? Это волосы. Да это твой волос. Это не орка за это. Это не мой. Да подожди. Это твой, не мой. Величина волоса соответствует. Фу, я такое даже есть не буду. Не, у меня волос в блинах не было. Не, не. А, свои блины, че ты? Да, с волосами. Да нету там волос. Это настоящие азербайджанские блины с волосами, мужские. Да там не было волос. Ну может с руки вот. Не, реально. Весь аппетит испортил. За этот присест блинами Руслана можно наесть. До того момента, пока волос не попадется. Да ну вас. Никита. Ну-ка, сколько баллов мне дашь за блины? Однерко. Я один дал тебе, потому что я хоть что-то попробовал. Я такие блины бы ел. Я сказал Руслану сразу, десятка, если они не подгоревшие. Они не подгоревшие. Ну, десело. Да. Спасибо. Спасибо большое. Как я ранее говорил, сегодня мы день проводим так, что готовим, пробуем, готовим, пробуем. Хорошо, пойдем. Только если нет, то я буду. Я нифига не наелся. Э, кстати, я забыл, а ты нажал красную кнопку подписаться. Нажми красную кнопку подписаться, чтобы просто поблагодарить меня и не пропускать мои новые видео. Спасибо. Ну, что, я надеюсь, вы меня порадуете, как и я вас порадуете. Потому что я приготовил кексы. Ну, кто не любит кексы? Я. Я люблю, но знали бы вы, что я приготовил. Я даже не знал, что я такое смогу приготовить. Там такое, ммм. Рецепт в студии, что я приготовил. Я решил приготовить кексики. Содержимое из киндер-джоя все максимально высыпаем в тару. Добавляем сливочного масла. К маслу же присыпаем муки. Взбиваем все миксером до однородной консистенции. И разливаем эту жижу по формочкам, которую в дальнейшем отнесем в духовку. И в итоге у нас получаются вот такие прекрасные душистые кексики из киндер-джоя. Вот оно чудо-блюдо. Понюхай просто. Я, позволь, Никита, тебя угущу кексиком первым. Этот хороший, это я себе оставлю. Вот этот вот тебе. Ну, давай сам, что ты этот, ну, кормить должен, что ли? Палец не откусил. Вообще, да, ну нормально так. Давай, оценим кексики, что ли? Я с трудом у вас съел, потому что оно у тебя как пластилин. А может потому что ты много взял? Я не говорю, что оно плохое. Оно нормально по вкусу, как шоколадный кексик. Ничего уникального здесь нету. Может, реально просто много взял, из-за этого у меня весь рот полон был. Я еле как съел, вот так пережевывал, как пластилин. Ну, кексики так-то неплохие. Я думал, ты хуже приготовишь. Шесть с половиной. Шесть с половиной? Да. Давай шлем хотя бы. Ладно, шестерка. Руслан, я тебе дам чуть менее красивый, чем мой кексик. Вот этот вот. Нормально, а? Ну, это же вообще нормально. Нормально все. Блин, спорю. Положи. Ну что? Пойду. Положи. Куда-то вылетел кусочек. Подавился. Он подавился. Там бряда. Я начал говорить, и кусочек в рот заметил. Все нормально? Да. Кексик вкусный. Да, а сколько баллов поставишь? Не знаю, ну семь. Да емое. Да что это такое, что настолько плохо, сейчас сам попробую. Да не, они вроде вкусные, но... Да вкусные кексы, вы что, ребята? Восемь баллов ставь. Восемь. Нет. Круто. Все один съел. Прям такие вкусные, а? Нормально сейчас поставил, но у нас нельзя оценку самому себе ставить. Чем нас порадует Никита? Сделаем самый простой сэндвич. Берем кусок хлеба и намазываем туда шоколад киндер-джоя. И расставляем конфетки киндер-джоя на две части нашего сэндвича. Получился простой, но вкусный бутерброд. Ну у меня ничего такого уникального нету, просто сэндвичи с шоколадом. Ну, знаете, пробуйте. А ты-то не будешь? Да не, я покушал уже. Сейчас попробую. Прямо с шариком. Это простое блюдо, которое, кажется, можно приготовить. Это реально вкусно. Вот такое, с чем я бы уплетал. Вот несмотря на то, что он там ставит низкие оценки, я по-братски дам ему девять. Ну сейчас я попробую. Наверное, не плохо. Слушай, вкусно? Я взял простотой просто эту травму. Единственное что, он капец как крошится, посмотри. Один балл я у тебя заберу вот за крошки, а так 9 баллов. Ой-ой-ой, отлично так. Все, погнали дальше. Жареное молоко. Наливаем стакан молока, выливаем его в кастрюлю и ставим на плиту. Затем берем одно яйцо, ложку кукурузного крахмала. Все тщательно перемешиваем. Яйцо с крахмалом добавляем в это же молоко и добавляем туда киндер-джой. Готовую смесь выкладываем в формочки и убираем в холодильник на час. В одну миску разбиваем одно яйцо, а во вторую насыпаем муку. Сейчас мы будем обваливать их в панировке. Растапливаем на сковородке сливочное масло и обжариваем наши заготовки. Отгадайте, что это? Какашки. Нет, неправильно. Похоже на кафедры. Это вареники. Нет. Мне страшно пробовать, что это. Это вкусно, попробуй. А как это называется? Жареное молоко. Нифига. Из того, что это блюдо для меня очень новое, я никогда не пробовал жареное молоко. Да вроде как и вкусно, но я как-то вот под сомнением такой ухал, эти жареное молоко. Его очень сложно было готовить. Ладно, за это тебе 6. 6. Но это не понравилось мне так, чтобы я это на постоянке хал. Да блин. Да я хотел вас удивить новым чем. Как это выглядит, очень странно. Сейчас попробую на стартый риск. Давай ешь, давай жуй. Слушай, это вкусно. Знаете, вот что сейчас показать хочу. Опять фокус? Опять фокус, да. Опять? Да, смотрите, я достаю свой язык, да? Вот сейчас, подождите, вот так. Фууу. Ты че? Он пирсинг делает. Угу. Ну, вот такой вот фокус. Язык целый. Поменял цвет аж. Поменял цвет, раз? Да. Ну вот такой вот. Проживал остатки от этой фигни. Ну вот такой вот фокус. Вот он язык такой. Никита мне оценку не поставил. 10 баллов. Спасибо, я старался. Ну что, сейчас я попробую. Вкусно. Так, погнали дальше готовить на другой промежуток времени. Ну нельзя же всю еду есть сухомятку. Поэтому я решил приготовить суп из киндер-джоя. В кастрюлю наливаю молока. В это же молоко добавляю примерно 10 киндер-джоев. Варим нашу консистенцию похуже на какао. Добавляем лапшички. И суп готов. Прям как в садике. Молочный суп. Знаете, есть молочный суп. Это когда вермишель в молоке варят, а потом детям дают. И говорят, что это вкусно. Ну мне вкусно, я тоже ем. Я придумал новое блюдо. Сварен исключительно из киндер-джоев. У нас один руслан пока еще первый не пробуй. Пробуй. Да нормально, ты вот так вот сделай его. Блин, опасно столько пробовать. Давай. Мужик, я же камень. Камень, ну. Ой, хорошо, заглотил. Ну давай, не стесняйся. Десятки. Вкусно. Вкусно, что аж десяточкой пахнет. Десять баллов. На десяточкой не знаю. Просто вроде вкусно, но чуть-чуть горя он как будто отдает. Ну и семь баллов. Все хорошо. Настолько я рассчитывал. Нет, отрекла напоминает джакузи. Ну пузырит он вот так. Это джакузи? Да. Ну шоколадный джакузи. Когда я купался у него, там так же пузырило. Так, ладно, а к чему ты это все? Просто едим суп, и он говорит, что суп похож на джакузи. Иначе... Суп мне нравится, потому что мне джакузи нравится. А ты ведь не пробовал. Я... Я немного попробовал. А теперь в себя попробуй. Ну это по-любому десяточка. Вот зря вы это дали попробовать. Только на джакузи тройку ставлю. Я пойду умоюсь. По реакции Никиты, я что-то не хочу собственный суп пробовать. Да попробуй. Не хочу. Да давай. Теперь, ребята, знаете, из Киндер Джоя суп такой себе получается. Все горло уже пересохло. И я решил сделать молочный коктейль. Берем обычное молоко, заскребаем весь шоколад и перемешиваем. Блендера, к сожалению, у меня не оказалось. И я не нашел другого выхода, как размешать своим способом. Молочный коктейль. Миксера не было у меня, я вот так его сбалтывал. Я очень крутой барман. Ты тоже крутой барман. На запах. На запах. Чувствуешь? Запах. Да. Запах. Чувствуешь? Я целедомил. Я не хотел. Сорян. Я еще вдохнул этим толком. Блин, все в нос попало. Ты мне 10 баллов должен поставить. Давай все, без проблем. Давай я у тебя попробую сон напишу. Вкусно. Пойду опять умываться. Нет, это случайно получилось. Сейчас. Да один фиг 10 баллов будешь стоять. Ну да. Ну я бы, честно, честно, я бы поставил, ну, четверку. Слишком не сладко. Я не поставлю четверку вообще. А что я должен это, как-то жульничать? Нет, четверку поставлю. Не сахара нет. Киндера вообще мало. Одно молоко. Троечку поставлю, мне не понравилось прям. Короче, давай, знаешь что? Чтобы Никите так обидно не было. Ты поставишь единицу, а я ему поставлю 6 баллов. И у него так и так выйдет сумма-то. А, давай. Никит, я попробовал? Это не идеал. Да ну чего нет? Вкусно же. Давай 8 поставлю. Ну, Никит, мне не нравится запах. Одно молоко, киндеров мало. Не сладко. И еще тут засрал все, облили меня. 0 баллов за этот напиток. Да какой 0 баллов? Изначально 7 поставил, но ты попросил больше. За тебя он 0 баллов поставил. 0 баллов, я весь в этой фигне. Еще и невкусно. А, так Никит, ты меня еще облил. А, да. Своим напитком, это его напиток, это его напиток. Теперь мое. Сейчас наедимся, сейчас будет очень вкусно, сразу говорю. Пельмени. Набираем в кастрюлю воду и ставим ее на плиту. Насыпаем немножко муки и берем наше тесто. В киндер джои мне попалась вот такая вот игрушка. Сейчас я ее заверну, это будет подарок для Никиты. Берем сам киндер джой и заворачиваем его в тесто. И закидываем их вариться. Обязательно нужно посолить. И достаем по готовности. Кинкали. Фатуслан. Извини, мне, конечно, на это выглядит немного сгнившим. Это нормально. Это шоколад, сверху тесто. Это нормально, они просто чуть-чуть еще полежали. Ну, и такие себе. Но по вкусу лучше, чем напиток Никиты. Чего? Сейчас я попробую. Чего, как-то? Чего? Ты петуха. Игрушка. Это подарок. Петух? Да, я специально, это для тебя. Дай мне нормальный пельмен. Там больше нет игрушек? И пельмени не сочетаются с шоколадом. Не, я не согласен. У меня сначала тоже было такое, что это, блин, какая-то отвратительная штука. А потом я подумал, и вроде неплохо. Я ставлю 7 баллов. Ну, если ты мне игрушку подаришь, я бы хотя бы 1 балл поставил. Не подарю. Ну, тогда 0 баллов. Ой, ладно. Ну, и не без китайской еды в нашей рубрике. Я решил приготовить суши из Киндер Джоя. Такое реально возможно. Киндер Джои помещаем в емкость. У меня это будет кружка. Все там нафиг перемалываем до однородной консистенции. Мажем нашу консистенцию на лист нори. И каждый орешек, который у нас был в Киндер Джои, выкладываем на вот этом нашем поле. Аккуратно заворачиваем, нарезаем и раскладываем на тарелочки. Мы с ребятами выбрались на пикник. Мы подумали, а что это мы пылью дышим в доме. Решили попробовать еду на улице. Может быть, так вкусовые рецепторы лучше раскроются. Для ребят я подготовил суши из Киндер Джои. Готовы пробовать? Что, поймаешь? Попробую. О, хорошие. Ну, чего? Да ладно? Они вообще не сочетаются, это история со шкодом. В смысле, мои суши не сочетаются? Я не понимаю. Какую хочешь, выбирай любую. Я... Вот эту, ты выбираешь среднюю, да? Да. Так, пробуй нормально. Так, я не умею, палочками есть. Давай, давай, кушай. Суши едят палочками. А если ты не будешь палочками есть, ты не опробуешь полный вкус этих суш. Ты не смотри на меня. Только не выплевывай. Ты мне сердце разбежь, если выпленишь. Так, я себя не буду выплевывать. Буду сверить до конца так. Получается... Так, вот. Так. Возьму вот эту. Ну, неплохо. Ребят, что? Какие от руки ставим? Нет! Нет! Пока! Вкусно. А ты не там попробоваться, с орешком надо было попробовать. С орешком еще надо было попробовать? Да, на сколько он сошелся? Ну, ааа. Ты что делаешь? Делаем оценки, оценки, ребята. Я оставлю ноль. Так, ладно, Никита. Рислан, ты-то съел все. Да, все. Я тебе поставлю твого. Будем честны, блюда не получилось от слова совсем. Оценка справедливая должна быть, поэтому ноль и два балла. Два балла в итоге. Сделаю я нутеллу. Добавляем весь шоколад в кружку. Заливаем молоком. Дробим орешки. И все перемешиваем. И получилась у нас офигенная нутелла. Тебе хлеб. Тебе хлеб. И мне. А чем это отличается от сэндвича, который мы ели? А то, что это нутелла. Там орехи есть. А, то есть ты сюда добавил орехи. Да. А тогда было просто, ты намазал киндерджойн на хлеб и все. Здесь мы сами намазываем будем. А почему у меня хлеб дырявый? Как я намазать буду? Ну какой хозяин такой хлеб? Это же ерундень какая-то. Нет, нормально. Вкусно. Смотрите, знаете, прикол. Бутерброд с маслом падает всегда маслом вниз, знаете? А вот бутерброд с сэндвелла как падает, как думаете? Так же вниз. А я думаю, он нормально приземляется. Что, попробуем? Давай. Вот, сейчас пробуем. Вот так. Оп. Я же говорил. Слушайте, ну прекрасно. Все-таки бутерброд с нутеллой падает нутеллой вверх. А бутерброд с маслом падает маслом вниз. Итого, моя оценка этой нутелли. Восемь. Восемь. О, души просто. Ну, она, кстати, реально немного похожа на нутеллу, действительно. Но с изюминкой киндерджойн вот этого. Так, ну сейчас я попробую тогда. Не, вообще да, похоже. Только опять хлеб сухой. Хлеб свежий надо добавить. А, ты макай. О, по-богатенькому. А так, сухой? Ммм, так мокрый. Семь баллов саппетит. О, пятнадцать баллов сахапал на нутелле. Блин, Никита что-то везает. Просто смешал шоколад с орешками. Здорово. Шаурма. Нам понадобится один банан, одно яблоко, киви, лаваш и, конечно, киндерджойн. Чистим все фрукты и нарезаем их. Растапливаем киндерджойн, чтобы получился соус. Затем смазываем им лаваш и добавляем начинку. Осталось только завернуть и все, шаурма готова. Мое блюдо шаурма. Как и я мог не приготовить шаурму. Я, кстати, выжидал, когда же Руслан приготовит шаурму нам. Вот шаурма. Какая это шаурма? Это? Мясо плюс киндерджой как-то не сочетается. За место мяса киндер. Блин, я правильно понимаю, что там не обычные ингредиенты от шаурмухи, а какие-то сладкие? Уже слюнки потекли. Вкусно, вкусно. Я его попробовал, да. Что там соуса нету? Там есть, пробуй. Ну, яблоко чувствую. Но чего-то не хватает. Я люблю острую шаурму. Что-то гурман-то какой. Да она вообще какая-то противная. А горчица что, тоже с киндерджой сделала? Да, сам я делал. Ты уверен, что тебе с горчицей лучше? Или ты просто выпиандриваешься перед Русланом? Вкусная шаурма была. Взял и испортил. Сейчас капнет. Взял и испортил шаурму мне. Я не понимаю, зачем ты туда вообще горчицу добавил? Из-за того, что она какая-то уникальная шаурма. Не просто с мясом, а с горчицей еще. Ну, троечку ставлю. Я сейчас попробую, посмотрим. Лаваш надо было не соленый брать. Тесто чувствуется. Не, я бы такое не готовил. Вот если бы другой лаваш был бы, наверное, рисовый лаваш. Либо кукурузный лаваш. Вот тогда было бы нормально. А вот так вот, ну не очень. Пятерка. Ни вкусно, ни прям отвратительно. И горчицы не хватает, как мне кажется. Я тоже тогда попробую. Не знаю, по-моему вкусно. Что, может в дом пойдем? Холодно как-то. Уже наступил вечер, чуть ли не ночь. Мы с ребятами очень обожрались той еды, которую сами же и приготовили. Но все-таки последний этап этого дня. Десертики. Напоследок, чтобы добить желудок. Наполнить его окончательно. Хоть я вот, вот я лично вообще объялся. Когда я гуляю в парке, я часто вижу яблоко с карамелью. Но не в этот раз. Я решил приготовить яблоко в киндер-джое. Для этого мы берем яблоко, разрезаем его на несколько долек. И каждую дольку окунаем в жижу из киндер-джоя. Все дольки яблока складываем на тарелочку. А затем успешно несем в морозильник. Я подготовил яблоки в киндер-джои начинке. Я думаю, это реально вкусно будет. Это реально будет вкусно. Так, сейчас я попробую сначала. Ну, чтобы вас не травануть, правильно же, ребят? Да, давай. Просто великолепно! Никита, пробуй. Честно говоря, не особо любитель яблок. Вкусно? Угу. Я не понимаю, ты, типа, ешь или сосешь яблоко? Ты хочешь сосешь? Понимаешь, яблоки-то не люблю, а вот шоколад очень вкусный у киндер-джоя. Так, ты что скажешь? Бомбовые яблочки. Рекомендуешь? Угу. Вообще супер. Кстати, необязательный с киндер-джоя можно и просто из шоколада сделать. То есть разница невелика, просто у киндер-джоя небольшой привкус вот именно этого состава киндер-джояского. 10 баллов. Это прям супер. Тоже считаю 10 баллов. Ё, это впервые у меня двадцатка за все время. Шикарно. Ребята, спасибо за поддержку. Да, пожалуйста. Тебе спасибо, вкусно. Руслан очень любит попыты, и я для него сделал шоколадный попыт. Ого, какой красивый. Это чисто из киндер-джоя состоит, покой-то. Блин, офигенно. У него даже можно поиграть, не кажется. А шарики где? Они внутри, вот шарика есть. Я же их перемолол все. Так что, может ты первый попробуешь? Ну как, что вообще лопнуть один шарик? О, лопнул. Да, и звук такой хороший. А обратно как? Как будто же сделаю. Обратно не получается. Такой единоразовый, одноразовый такой попыт. В принципе. Как шоколадка делится. Прикольно, да? Да, прикольно. Сейчас на киткат похож. Да, на киткат похож. Попробую. Ну, кусочек шоколад. Ну, неплохо. Я бы, наверное, еще... Позволишь вкусу, ну еще? Да, давай, кушай. Мне, в принципе, понравилось. Это... Я никогда не пробовал полноценную плитку из киндер-джоя-шоколада. Держи. Во. Блин, здесь как будто это вафелька даже такая. Какая-то... Все, пробую Никитин попыт. Стой. А что так малого? А? Что так малого делал? Ну, я же попробую только. Попробую лучше попыт еще вот этот. Ну-ка, влезет? Ага. Странно, что ты знаешь, что влезет. Вкусно. Еще попытка? Ага. Давай. Руслан любит попытку просто. Так может, ты доешь все это? Тут немного осталось. Ну, вон, еще место есть. Еще место есть, давай, давай, давай. Давай, 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 как тропилка. Он прям все съел у меня, значит, ему точно понравилось. Реально все съел. Ммм. Вкусно-то. Не, мне не настолько понравилось. Ну, зачем? Моё блюдо с яблочками должно быть самое топовое. Можно сделать мороженое жареное из киндеров? Я приготовил мороженое из киндер-джоя. Ну что, кто во-первых? Я, я хочу, я бы шариком захалывал. Ага. Ну, давай. Пробуй аккуратно, чтобы мороженое не стекало тебе на футболку, либо ты ее запачкаешь. Ну, давай, давай, давай. Блин, она уже подтаявшая, блин. Ну, на вкус. Ну, это минус балл, да, мне кажется? Да, какой минус балл, он вкусный. По-моему, это обалденно. Ну, что ты скажешь, сколько баллов? Думаю, десятку заслуживает. Да. Хорош, спасибо. Ага. Мороженое прям влажно. Так, сейчас тоже попробуем. Руслан, ты готовил? Нет. В принципе, мороженое реально вкусное. Я поставлю десятку, несмотря на то, что Руслан не готовил его. Но, как я понимаю, специализированный специалист приготовил мороженое на своем специальном оборудовании. Да, я его попросил, да, он у Kinder Joy, все, он из них сделал. Ну, и с молочком. Ладно, Руслан, давай теперь твоя очередь пробовать свое мороженое. Оно, конечно, подтаяло, но я думаю, оно все еще такое же вкусное. Ну, шикарное вообще. Хотите еще? Давай это уже за кадром скрываем. Ребята, огромное спасибо за просмотр. Мы очень старались. И, кстати, вот все, что у нас осталось после ролика. Мы израсходовали очень много Kinder Joy, но, несмотря на это, приз нашему победителю все-таки остался. А победитель нашего дня, сегодняшнего по поеданию Kinder Joy еды, становится... Никито! Kinder яйца победитель может забрать себе мое. Ну, а если подводить итоги, прямо сейчас на твоих глазах ты видишь таблицу по еде и сколько она баллов набрала. Если тебе интересно, можешь то же самое приготовить и попробовать. А также вот количество наших общих баллов. И все. Спасибо за просмотр. Пока.